Я уже догадался Сейчас просто-напросто остановитесь Отложите ручки в сторону Я буду вам показывать, что нужно делать Вот здесь имеется вот такая вот штучка И вот имеется настройка даты и времени И затем нужно нажать сюда Разблокировать Вставляйте, пишите user И нажмите на authenticate И вот теперь вы можете вас здесь вот Выбрать свой город Который к вам, ну Берлин выбираете, да Вот практически и всё Дальше снова вставляете Заблокировать Нажимаете значит На закрытие этот гаджет Ну вот на самом деле Значит вот этот вот гаджет У вас он чуть ли там не во весь экран выглядит На большом экране при вашем компьютере Он будет вот где-то вот столичка вот места занимать То есть да Ну по крайней мере Значит с вашим вопросом мы справились Теперь вы знаете как поменять Время скажем там часовой пояс и так далее Понятно откуда рога растут, да? Вот когда вы кликаете по компьютерным советам Из любого раздела вы снова выскакиваете на главную страницу Значит ну Тут всё как говорится по-русски написано Вы читать умеете Плюс вот у меня практически все уроки по настройке Вот посмотрите здесь Как какую программу там поставить Там что Ну самое-самое-самое основное ходовое Как говорится для начинающих Раз То есть я для пользователей Я сделал вот такую вот вещь Чтобы у людей там не болела голова Чтобы они по тому же интернету По ютюбу там не бегали, не ползали А вот, вот чтобы было Вот Как выбрать Откуда скачать Какие есть загрузчики там Проверка Как проверить Как записать в винде Как записать в линуксе Как записать на жесткий диск Обзор там сборок моих Основы И по конкретным программам Тоже самое-самое сделано Рекомендую вам Обратить внимание на программу Cherry3 И на программу Systembug Systembug Где там она у нас тут Сидит Ну-ка давайте посмотрим Вот она Вот Вот На эту тему Посмотрите ролики На Systembug И на Cherry3 Ну Systembug Должна стать Одной Как говорится Из ваших На и первейших Программ Помощниц Причем вот Особенно хороший У меня получился Вот этот ролик И что может программа Systembug И смертельные трюки Которые она вытворяет Вот когда их посмотрите Вы потом можете сравнить Как говорится Что у вас тут творится У вас на винде Или значит Сравнить с тем Что может вытворять Вот Программа Значит Линукса Семейства Ubuntu То есть Это не только Относится к Linux Mint Это относится и к Ubuntu И к Linux Lite И там И гномам Ну Все которые основаны На Вот этой веточке Которая понимает В терминале Команду суды Вот И в которой Ставится Systembug А там много Операционных систем Выбирайте по вкусу Вот Очень такая Хорошая штучка Причем Значит Ну Поскольку у вас Мой блок Значит Вот здесь Вот уже есть То я вам тут Дальше уже И голову ломать Не буду И Всегда Последнюю версию Файлика Cherry3 Можно скачать Раз Дальше Значит Сама программа Cherry3 Вишневое дерево Она Есть как Для Linux Так и для Винды Вот теперь Одним коротким Словом Мне скажите У вас на Винде Cherry3 Поставлено Или нет Вот смотрите Идете Вот сюда Это основная Программа Через которую Как говорится Мы Пользователи Linux На моем Блоге Общаемся Потому что Там я ее Периодически Обновляю Там дополняю Ненужные Удаляю И так далее Вот посмотрите Значит Я вам Сейчас Я ее Покажу Так Windows Программа Дайте Мне Одну Секунду Просто Так Ну-ка Давайте Касина Зайдем Ну вот Это уже Моя В комплекте Было Хорошо Вы Можете Или нет Запустить Допустим Сейчас Программу Установки Cherry3 Идите Программы Вот Cherry3 Setup Вот Нажимаете На нее Да Выбирайте Любой Язык Русский Немецкий Корейский Какой Угодно Да Дальше Да Да Вейтер Инсталяри Хорошо А вот теперь Мы ее пока Свернем Вернитесь В броузер Мы скачаем Файлик Cherry3 Я не помню В программе Он был Или нет Для скачки Ну мы сейчас Самый свеженький Возьмем Так Вот он он Cherry3 И вот он Самый последний Этот файлик Вот мы на него Вот так вот Нажимаем Стандартная Загрузка Так Но у вас не Google Chrome Мазила Поэтому Вам нужно Перейти Теперь В отдел Загрузок Давайте Переходите В отдел Загрузок Чтобы я Посмотрел Куда Они у вас Сохранили Скорее всего Да Нет Здесь Я почему-то Не вижу Тут только Торринг Виден Ну А почему Тогда он Сюда Не дошел Я не знаю А вот А вот давайте Разберемся Значит А как это дело Делается Вот смотрим Открываете Снова Вот Штуковину И у вас Должен быть Так Где тут Загрузки Отдел Нет По-моему Мы попали Не туда Ну Написано Загрузки А Почему Туда Файлик Не скачался Вот Я за что И не Люблю Эту Мозилу И Все Эту Трихамуде Потому Что На Гугл Хроме В принципе Работает Но У вас же Гугл Хром По идее А Нет Мозил Так Ну Ка Давайте Посмотрим А почему Он не Сохранил В папочку Загрузок То Что Мы Скачали Обычно У Мозилы У нее Там Еще Такая Ага Вот У Мозилы Вот Такая Еще Штучка Вот Она Нет Юмик И Фолдер Ю Закачал А ну Ка Погодите Так А ну Ка Давайте Еще Раз Попробуем Стандартная Загрузка Вот Мы Сейчас Дождемся И мы Посмотрим Я Хочу Посмотреть Куда Она Попросит Сохраниться Чтобы Сохранилась День Там Загрузках Или На Рабочем Столе Вот Что Я Хочу Она Как Говорится Она На Мозиле Даже Не Спрашивает У меня На Google Хроме Она Спрашивает Куда Сохраниться Вот Ну Правильно Но Мне Мне Нужно Знать Директору По Умолчанию Куда Она Сохраняет Потому Что Ну У Вас Ну Ни Чертаж Непонятно Куда Она Сохраняет Вот Чем Дел Это То Есть Вот Я Смотрю Ну Нету Так А ну Ка Давайте Мы Сделаем Похитрее Диск С Знавал Я Так И Перепетия Ну Ка Подождите Я Вот Нажимаю Диск С Так В Александр Ну Давайте В Александр Зайдем Да Он Нот Мне Надо Открыть Эту Папку Нет Значит Здесь Нет Ой Господи Ты Боже Мой Так А Другой Браузер Есть У вас Или Нет Или Только Мозилы Только Мозилом Когда Я С Него Загружаю Сейчас 100% Работает И Вот Эта Стрелка Вот Тут Отделенная Мигает Ну Где Где Я Не Вижу Покажите Потому Что Гугл Обычно Гугл Хром По Молчанию Он Сохраняет Папочку Downloads Так Черри Три Ну Черри Три Нажмем Ну Вот Я Что-то У меня Какой-то Нестандартный Пользователь Потому Что У меня Обычно Все Пользователи Все Будет он Куда-нибудь Сохранить Или Нет Тоже Не Очень Это Самое Нажимаем Сюда Открыть Вот В папке Загрузки А Вот Через Гугл Хром Оно Нормально Как говорится Все Записалось Видите Да Вы Мне Связь Надержите Со мной Говорите Да Или Нет Видите Файлик Да Вот Теперь Смотрите Вот Сейчас У вас Имеется Мой Значит Вариант Со Всеми Там Прибамбах Здесь Вот У вас Вся Информация Как говорится Изначальная Здесь Подробные Мои Уроки По настройке Именно Сборки Ценамон Тут Некоторые По видео Есть мои Видеоролики Практически Все Тут Есть Видеоролики По операционным Системам Есть По программам А Есть еще Специальная Графа Выделенная По командам Хотя И там Я тоже Иногда Указывал Ссылочки Допустим На то Как Там их Настраивать Но иногда Давал Вот такие Вот ссылочки На настройку Единственное Что я Всегда Делал Так Где тут Гаечный Ключик Настройки Так Вот Я всегда Менял Вот здесь Свет На желтый Объясню Почему Ссылки Вступят Значит Изменения Вступят После Перезагрузки Кстати Можно Значит Еще Вот Что Сделать Где Тут Наш Великий И Могучий Вот Теперь Смотрите Вот У вас Все На Русском Языке Вся Менюшка И так Далее И плюс Ссылочки На мои Видеоролики Тоже Подсвечены Ну Скажем Так Более Приятным Цветом И тут По Всем Различным Там Программам Которые Значит Там Возникали У меня Там Вопросы С которыми Я сталкивался Вот Здесь Значит Вот Вся Информация Значит Имеется То Есть Вот У вас Сейчас Грубо говоря Целое Руководство Причем Вам Не Возбраняется Вы можете Переименовать Этот файлик Там Со своим Именем Удалять Ненужные Веточки Которые Вам Не Нужны Добавлять Которые Вам Нужны Значит Все Тут Масса Чего Что Есть То есть Вот Весь Как говорится Опыт Здесь Вы Найдете Вопросы На многие Ответы Даже Вот Что-то Там Долго Искать Вот Набрали Искать Так Какой У вас Сейчас Язык Там В раскладке Клавиатура Ну-ка Давайте Посмотрим Так У меня Английский Стоит Варите Ну давайте Допустим Наберем Варите Вот Допустим Вы Что-то Поварите Вот У вас Сразу Отбрасывает Варианты Здесь Информация Есть По этой Системе Здесь Значит Здесь 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 Вот Где угодно Взяли Значит Скрыли Эту Штуковину Это Вот Команды По установке Программы Допустим Варите И так Далее То есть Это вам Скажем Так Интерактивный Справочник Чтобы Лишний Раз Автор Как говорится Не Трезвонить Чтобы Вы могли Посмотреть Потому что Может быть На большинство Вопросов Которые у вас Есть Уже И ответ Это Есть Вот Ознакомьтесь С ним Повнимательнее Здесь Как говорится Все на русском И так далее Я Понятно Изъясняюсь Ну Ну все Желаю Как говорится Успехов И всяческих Удач Будут Вопросы Спасибо Большое Ничего Будут Вопросы Слушаю Гораздо Операционной Системой У меня Очень Моя Хорошая Знакомая Севастополя Ей Где-то Уже Сейчас Года 72 Или 73 Большая Умничка Вот Мы По Тим Вьюиру Ей В прошлом Году Ставили Значит Windows Лицензионную Семерочку И Linux Mint 17.1 И Прекрасно Она И Работает И Вишенки Вот В этой Вот И Со всеми Программами Управляется И так далее То есть Понимаете Это же Не Патагонная Система Там Где Вот Вам Там Вы Пришли Там 12 Часов Вам Нужно Там Отстоять Там Отработать И так Далее И В напряженном Темпе На Пенсии Вас Никто Вас Никуда Не Гонит У Вас Есть Значит Файлик Этот Ради Бога Открыли Его Посмотрели Там Как Это Ставится Как Это Причем Я их Разделил Понимаете Как У меня Есть Отдельно Видеоролики И Вот По Операционным Системам Я ведь Не только Про Минт Делал И Про X-Face И Про Ubuntu И Про PC Linux Про Манджара Ну Вот А тут По Отдельным Программам Ну По Отдельным Программам В основном Они Конечно По Ветке Ubuntu Ну Там Windows Тоже Не трейдовал Ну Вот Все Они Здесь Есть Вы Кажете Открыть Можете Вот Каждую Открыть Вот И Посмотреть Подробную Информацию Что у Меня По Этому Делу Кудри Цена Работана Вот Нажали На Ссылочку Пошли И Начинаете Смотреть Ролик Все И Нет проблем Ну Ладно Александр Значит Я Рад Что Это В Германии Русскоязычные Люди Интересуются Linux Так Что Вот Можете Потренироваться А потом И Предлагать Поставить Эту Систему Своим Знакомым И Может Быть За Небольшой Дешевт А Почему Б И Нет Посмотрите Сами Пожалуйста Ну Все До Новых Встреч